Добро пожаловать на просмотр рпшки по игре Russian Military Truck Simulator. Когда-то очень давно у меня был обзор на эту игру, но к сожалению с тех времен игра не обновлялась ни разу. Кстати ссылка на игру уже в описании, она бесплатна. Всё, рассказываю сегодняшнюю историю. Я нахожусь в пустыне на российской военной базе, приехал я сюда на армейском УАЗе в Патриоте. Вот он. Приехал я за тем, что сегодня будут проходить учения. К нам приедут три ракетные установки. Это гусеничная ракетная установка Куб, затем ракетная установка Триумф с тягачом БАЗ, ну и всем известный Тополь-М. Вот, как-то так в общем. Сейчас я приехал на одну из основных военных баз. Здесь в пустыне два Урала здесь стоит, но людей не так много, так как сейчас все туда будут стягиваться. Вот такая вот небольшая здесь база стоит. Ну и мой УАЗ. Сейчас я сажусь с него и поедем уже к месту учений. Всё, выезжаем. Такой довольно проходимый внедорожник, должен сказать. Дорог здесь нет, поэтому будем ориентироваться по различным объектам. Например, сейчас нужно ехать вдоль фонарных столбов до последнего, который почти что упал. И вот так вот сейчас будем ехать по песчаным дюнам до места дислокации. Также здесь проеду через одно место. Очень интересное и значимое в пустыне. Вот это место. Военная вертолетная площадка. Здесь стоит аж три военных вертолёта. УАЗ не может заехать. Но ничего, заехал. Вот три военных вертолёта. Они полностью на готове, с ракетами и заряжены. Вот как-то так, ребята. Также здесь ещё стоит какая-то будка с навесом военным, защитным. Но заезжать мы туда, конечно же, не будем. Нам нужно ехать на учение. УАЗ буксовать не может заехать. Ладно, попробуем сейчас с другой стороны. Как это армейский внедорожник, он должен везде пройти. Всё, преодолели препятствия. И сейчас, как нам сказали, нужно ехать примерно в таком вот направлении. И потом мы сами всё увидим, всю эту военную технику. Я не знаю, правда, приехала она ещё или нет. Или в пути мы-то едем просто раньше. Нам нужно ещё всё подготовить для этого. Вот та самая временная, так скажем, военная база. Здесь, да, смотровая вышка стоит. Но остальное здесь можно всё за день привести. И разобрать, собрать и увести, в общем. Встанем здесь. Всё, глушим двигатель. И выходим. УАЗ Патриот, конечно, вообще круто выглядит. Даже такой тонированный слегка. Тут ребята уже на Урале приехали. Я говорю, здесь готовятся уже во всём. Но как такой техники я не вижу. Ну что, как приедет первая военная техника. Я сразу же включусь. И начнём испытание военной техники. Что ж, вот и первая военная техника подъехала. Это ракетная установка Куб. Начнём с самого меньшего к самому большему. Сегодня самая такая небольшая военная техника. Ну, относительно небольшая военная техника. Это вот как раз Куб. Он на гусеничном ходу. Садимся в него. И поехали. Встанем на определённое место. Где поровнее. Кстати, посмотрите, как отрабатывают просто всё гусеницы. Сейчас разгонимся. Отрабатывают катки и сама гусеница рельеф. То есть, вот они прям по нему-то плывут, можно сказать. Прям вообще идеально. Как-то вот так. Всё, давайте сейчас готовимся к запуску ракет. Встанем сейчас куда-нибудь сюда. И в том направлении, которое задано, будем открывать огонь. Всё, выходим. И ракеты запускаются. И улетают куда-то вдаль. Понятно, что они никуда попали, летят, а куда надо. В общем, здесь полигон такой, поэтому в гражданских не попадёт точно. В общем, как-то так. Что ж, ну а сейчас мы будем переходить к следующей военной технике. И какая-то техника вы сейчас увидите. Ну а дальше у нас идёт ракетная установка «Триумф» с тягачом «БАЗ». Здесь уже техника гораздо крупнее идёт. Целый бронированный тягач. Просто посмотрите на его гигантские размеры. Я даже до зеркала заднего вида не достаю. Вот настолько он большой. Ну и вот, соответственно, самая ракетная установка. С четырьмя ракетами. Вот сейчас мы будем их запускать. Садимся в «БАЗ». Выровняем его более-менее. И в том же направлении запустим ракеты. Всё, останавливаемся. И запускаем ракеты. Поднимается стрела с самими ракетами. И вот они запускаются в воздух. Выглядит это, конечно, всё так реалистично. И довольно эпично. Всё, ракеты улетели вдаль. И сейчас нужно опускать стрелу и освобождать место под нашего самого крупного участника видео, так сказать. Это тополь-М. Сейчас вы его увидите. Его размеры просто поражают. Он реально гигантский. Ну и вот этот гигант. Тополь-М. Просто смотрите, сколько у него осей. Семь осей. Если не ошибаюсь, да, семь осей. Семиосный просто монстр. И тут я тоже до даже до стойки зеркала заднего вида не достаю. Не то, что до самого зеркала. Здесь так форточки открыты. Ну, это реально просто гигант. Те ребята, кто живут в Москве и Санкт-Петербурге, я думаю, его не раз видели вживую на параде. Я вживую, конечно, такую махину никогда не видел. Ну и сама ракета, сам снаряд, который, по-моему, даже больше, чем сам тополь, длиннее однозначно, но не выше. Какая же у него ударная сила, ударная волна. Это просто ужас, по-моему. Встаем в это же самое место, откуда сегодня все стреляли. Будем и тоже отсюда и стрелять. Все, скорее выходим, чтобы на это посмотреть. Происходит подъем снаряда. Сейчас должна открыться крышка. Вот она открывается. И оттуда просто вылетает ракета. Это вообще просто жесть. Она может летать на очень дальние расстояния и поражать цель просто на 5 с плюсом. Там ничего не останется от попадания этой ракеты. Высота очень тоже поражает. Просто гигант. Куда-то тополь покатился. Непонятно, куда у него колеса на месте крутятся. Но тут баги присутствуют в игре. Все-таки, да. Вот. Ну что ж, на этом все. Вот такие вот сегодня учения были. Такая вот рпшка получилась. Если вам понравилось, ставьте лайки. Также не забывайте про подписку и колокольчик. На этом все. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok